О, теперь она пишет. Итак, сегодня мы будем танцевать джанго. И построим приложение. Значит, приложение будет про что у нас? А про вас, красивых. Я думаю, что я построю что-то типа Moodla. Система образования для студентов, чтобы они могли заходить, смотреть лекции, сдавать лабораторные. И я это все могу контролировать. Вот, потому что Moodle мне он не нравится. Во-первых, там все как-то набросано, ничего не понятное. Ну, это еще ладно, полбеды. А в том, что я не могу с этим всем ничего не менять там, под мои нужды. Вот, и так далее. Вот, ну и так начнем. Давайте начнем с терминала. Я открою терминал. Так. Ну, прыгнул в папку Desktop. Создам директорию. Какую-нибудь student board. Вот, прыгнул внутрь. Ой-ой-ой. Student board. Вот так. И первым делом, что мы сделаем? Ну, если у нас там проект какой-то, он нужно его как-то где-то хранить в репозитории в каком-то. Поэтому я проинициализирую репозиторию. Гид репозиторий. То есть напишу git, init. Да и все. Вот. Теперь, ну, чтобы это все было наглядненько. Вот эта папочка. Вот, гид мне создал эту маленькую папку git. С точечкой. То есть она якобы скрытая. Вот. Таким образом мы инициализировали репозиторий. Или репозиторий. Репо. Короче, посадил дед репку по-нашему. Ага. Теперь, ну, давайте. Тогда я этот репозиторий создам на гидхабе. Так, сейчас. Итак, создаем новый репозиторий. Назовем его Student Board. Оп. Он публичный, поэтому вы можете смело туда заходить. Вот по этой ссылочке. И себе клонировать его. Как клонировать репозиторий? Google вам в помощь. Я не хочу об этом разговаривать. Так. Ну, тут, в общем-то, что надо сделать. Да. Гид кулон собран. Вот. Теперь мне нужно этот репозиторий здесь вот внутри как-то привязать его к удаленному. Да. Ну, для начала давайте я в этом репозитории создам то, что мне понадобится. Значит, первым мне понадобится вот что. Empty file мне понадобится. Назову его Recuirements. В этом файлике у нас будут все библиотеки, которые мы будем использовать. Вот. Чтобы вы их не по одному не стягивали, устанавливали. Они все складываются в этот файл. И вы одной командой их все затягиваете. Дальше. Документ еще один, который нам понадобится. Это gitignore. Gitignore. Где мы будем игнорировать файлы, которые нам в репозитории не нужны. Это временные какие-нибудь файлы там или секретные, где там ключи, ваши пароли и так далее. Так, дальше. Дальше создадим папочку bin. Bin. В ней мы будем хранить скрипты для запуска. Какие-нибудь такие, что нам понадобится. Ну, например, script in stall. Чтобы вы вручную постоянно, ну, первый раз проект разворачивали и не набирали все это. Хорошо, я сейчас буду набирать. Вы просто запустите. Так, поступил вопрос. Нужно ли здесь ставить расширение py. Дело в том, что этот файл будет написан на языке bash, на языке командного интерпретатора. И к питону не будет иметь никакого отношения. Да, он будет запускать питонячие команды, но сам по себе будет написан на другом языке. Поэтому создаем еще один документ. Это будет у нас установка. А вторая будет, ну, скажем, run, который вы будете запускать и у вас подниматься в веб-сервер. Вот. Ну, просто вам будет короче так. Чем писать manage py, run server, потом порт. Мы там пропишем эту команду внутри этого файла и все. Так, bin есть. Дальше, чего еще сделать? Ну, давайте создадим какую-нибудь папку, где мы будем хранить design design. Сейчас где-нибудь найдем, хороший такой. И туда сложим. Еще одна папка у нас будет, например, скажем, init date. Ну, я обычно так его называю. С теми данными, которые будут на этот сайт заброшены при установке или как-то. То есть здесь мы будем хранить, по сути, ну, начальные данные. Какие у нас там будут курсы, предметы, там, что накидаем. То и, ну, чтобы как-то его напомнить сразу, чтобы он не пустой был. Так, хорошо. Ну, все. Теперь можно это все дело. А, еще очень важный файлик забыл. Это файл readme. md, потому что markdown, синтаксис там. Вот. А этот синтаксис, ну, такой простенький. Например, если я хочу что-то с большой буквы поднаписать. Заголовок. Я пишу решетку и пишу student board. student board. Напишу, что это, system for the end of cation, чего-нибудь. Ну, хватит. Так, понятно. Так, ну, я могу здесь просто кратенько написать инструкцию, например. Instalation installation. просто мы берем и запускаем файл папки бин инсталл теперь команда для запуска сервера тоже самое бин ран а ну я еще забыл клонирование да клон у нас будет гид клон и ссылочка давайте эту ссылочку а не вот она вот так все сделали теперь нам что нужно нам нужно этот репозиторий подсоединить к локальной папочке так 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 вот для этого я делаю сначала я посмотрю гид статус все ли там хорошо у меня а вот мы все новые файлы теперь я их добавляю репозиторий гид . я добавляю все можно еще вот так добавить по моему холл а теперь я коммичу это все дегид коммит коммомит по моему так коммит потом какой нибудь там и нет вот дальше я делаю то что он мне вот здесь вот говорит вот это вот вот то есть сюда ремонт мы добавляем удаленный сервер удаленные репозиторий и оригин он тоже так же говорит о том что это удаленные репозитории так поп добавили теперь делаем гид пуш оригин ну тут они что-то май решили но я обычно делаю мастер всю жизнь это было мастер ой основная папка бренд бренд вернее мастер тут у меня теперь счет побери ну здесь мне надо будет вводить пароль от гитхаба а пароль надо вводить потому что я добавил вот на HTTPS вот сюда я добавил вот через если вы работаете через HTTPS тогда вам надо постоянно вводить этот чертов пароль поэтому я переключу на SSH и добавлю вот это вот ну сразу вам такой лайфхак как это все можно сделать просто ну я полагаю что это так получится у меня я открою папку git открою папку config и вот здесь вы просто вот этот урлик заменим вот так вот чик то есть по сути все эти команды они вернее вот эта команда добавления она просто правит этот текстовый файл так а ну теперь попробуем так переключусь я на сюда это все еще раз раз о все теперь оно зашло теперь я могу обновить страницу посмотреть содержимое ридми файла в общем для этого он и существует чтобы сразу на странице репы что-то было так 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 все отлично теперь поищем какой-нибудь дизайн да ну давайте вот такой sb админ есть такое так вот мы нашли вот этот вот супер дашборд ну как по мне ничего нормально так так скопировал я этот дизайн накрою эту папочку вот она экстракт и экстрадирую экстрадирую на десктоп student board дизайн вот куда-нибудь сюда экстракт шух ну покажи ладно покажи мне эти файлы вот они ну давайте посмотрим что он как он там какой он красивый вот такой вот дашборд ну ничего так тут у нас и какая-то респонсивность да есть ну я посмотрю в хроме я привык больше к хрому оп так ну я открою в 12 посмотрю как она будет на мобилках о она самая маленькая ну ничего так да менюшечка тут такая красивая да а так если пошире пошире еще пошире ну это планшетик да будет ну что класс вот вам такая будет система для ваших занятий так так ладно переключаю обратно что дальше теперь нам нужно какой-то проект джанга да накинуть хотя бы пустенький пустой вот ну я предварительно для сделать этот файл стол в папке беда ну вот его открою хотя давайте я наверно сразу открою это все в редакторе так вот она наша рабочая область откроем здесь терминальчик это бах терминал вот и поехали значит bin install когда мы будем инсталлировать ну что мы сначала поставим виртуальное окружение это о вот такая вот команда Это для третьего питона, оно установит нам виртуальное окружение, то есть создаст папку венф внутри нашего проекта. Потом нам это окружение нужно будет активировать, то есть мы потом берем из этой папки, запускаем файл актива т. Да, активировали окружение, теперь мы можем смело делать pip-in-s-toll-re-ku-i-re-men-ts-txt и устанавливаем все зависимости из этого файла, да, осталось нам эти зависимости сюда добавить. Вот, зависимости у нас будет, ну вот так, ни много, ни мало, короче. Куча всего разного, ну, в основном здесь что, вот джанго, ну да и пока все, все остальное, это для картинок, для маркдауна, ну, в общем, тут библиотечки, если там интересует, посмотрите, что про что. Так, install, ну давайте попробуем теперь запустить этот файл, install, ну вот, но прежде чем его запускать, его надо отметить как, что, chmod, как исполняемый, добавить туда x в атрибуты этого файла, bin install, вот, теперь можно шмалять, bin install, ничего не так, it looks like a pass, it does exist the argument you provided to be requirements file, is that the case use a, R флаг, ох ты, видите, он мне подсказывает, что я неправильно его запускаю, вот здесь вот, bin install, я должен запускать флагом R, потому что от слова resource я запускаю файл, а не какую-то библиотеку отдельную, вот, поэтому R надо указывать, так, хорошо, спасибо за подсказку, все, я не то запустил, не все, mod, bin install, так, вот, и что, и должно понестись, о, понеслась, вот он сейчас устанавливает все пакеты в папку vent, вот сюда vent, flip, чего там дальше, нет, лип 64, да, вот сюда, лип 64, ну, в общем, сюда набросал, вот он набрасывает тоже, еще, так, все, установили, теперь что, теперь нам надо, следующая команда, это произвести миграцию, то есть создать базу данных, вернее, нет, подождите, еще рано, создавать ее, мы еще не создали проект, поэтому создаем проект, создается он командой Django Admin, то есть сначала я активирую виртуальное окружение, он сейчас на терминале, вот в чем свидетельство, тут эта штучка, вот теперь пишу Django Admin, Start, Project, Start или PRG, Student, Student, Board, SB, покороче, чтобы было, Django Admin, нет такой команды, да, а, так я ее неправильно писал, Django, вот так, Start, PRG, SB, что-то опять не так, да, ладно, я посмотрю эту команду без параметров, а, Start, Project надо было написать, хорошо, Start, Project, вот, теперь у меня появилась эта папка SB, в ней еще одна папка SB с настройками проекта, то есть это у нас проект, это его настройки, одноименная папка, если я, допустим, хочу создать какое-то приложение, это будет тоже папка, ну, например, так, я сменяю директорию на SB, вот, и здесь я путем менеджера, вот этого, менеджера Django команд, у Django много всяких команд, все они начинаются с ManagePy, и дальше я, например, StartApp, например, Dash, пускай будет Dash, оп, вот, у меня здесь появилась папка с типовой структурой приложения, это уже приложение идет, их может быть много в проекте, вот, например, я могу еще, давайте еще одно приложение, например, это приложение у меня будет под студентов, ну, которое будет описывать студентов, их там, из чего они, в общем-то, состоят, ну, в общем, работаю со студентом, может быть, даже регистрацию сюда влепим, так, теперь я вот два этих приложения создал, я их должен включить в настройки проекта, в сеттингс, это будет самый редактируемый вами файл, да, сюда я добью Dash, Dash и добью студент, 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 так, ну, хорошо, это как создавать приложение, теперь, как создавать базу данных, все тоже через менеджпай, только команда migrate, вот она создала базу данных, вот, база данных, это у нас она, вот здесь описание есть ее, описание базы данных, которую мы используем, как видите, это SQLite, значит, это один файлик, это база данных в одном файле, вот она, файл, вот, я могу его, в общем-то, открыть, и посмотреть, специально просмотрчиком SQLite, а вот, тут эти все таблички, они из коробки джавра нам предоставляются, здесь там по юзерам чего-то, сессии, ну, короче, такое, permission, группы, короче, то, без чего не обходится ни один порядочный сайт, так, ладно, закроем пока его, теперь эту миграцию можно вот в install сюда, в общем-то, и засунуть, так как у нас уже есть проект, я могу сменить папку на sb, нет, sb, да, вот, и там запустить миграцию, теперь по рану, да, когда мы будем запускать ран, что будет происходить, будет происходить вот что, да, меняется папка на sb, папка проекта, вот, потом активируется виртуальное окружение из папки выше, так как мы запрыгнули внутрь, венф, бин, активы, ну, мы могли бы активировать и перед прыжком внутрь, да, тогда бы тут не было точки, вот, дальше мы шмаляем, менеджпай, команда, рад сервер, и говорим, на каком порту его открывать и на каком интерфейсе, ну, я делаю так, 00008000, к примеру, эти нули указывают, что на всех сетевых интерфейсах надо запускать, то есть, если я его положу куда-нибудь на сервер, он его шмальнет по всем сетевым картам, на порту 8000, хорошо, давайте попробуем теперь запустить этот файл, сначала, опять же, я его делаю сетч модом, исполняем, а, причем проблема, она, наверное, выше, я же внутри папки, да, так, вот, и теперь я его запущу, ну, опять же, я должен запускать его, вот, наверное, все-таки с папки основной, потому что здесь относительно пути вроде как, так, и пишу бин, ой, бин, таран, о, сервер у меня запустился, могу открыть, посмотреть на ракету, да, замечательно, ну что, теперь приступим к тому, к тому, что создадим какую-нибудь табличку с нашими любимыми студентами, да, то есть, это у нас будет, все таблицы в джанго у нас определяются в виде классов моделей, называется модель, ну, давайте я джанго модель, типа, что я дурачок, и не знаю, как это делать, так, перехожу по первой ссылке, что-то не туда, она меня бросила, наверное, все-таки вторая, она, вот, вот, простейший класс модели, да, пёс, ну, как раз мне и подходит, вот, перехожу в мое приложение, где у меня все студенты, это у меня студент, да, и здесь, вот, мне под, прямо как для людей, мне этот файлик создали уже, и сказали, пиши здесь свою модель, модель у нас будет называться студент, вот, ну, дальше поехали, first name, charfield, ну, что-то 30, хватит, давайте 50 для вашего имени, вдруг оно у вас какое-нибудь арабское, так, теперь, last name, first name, first name, first name, first name, first name, а, отчество, да, ну, так, last name, пускай у нас будет отчество, вот, дальше, что еще нас интересует, интересует имейл, естественно, имейл, ну, пускай он будет тоже charfield, так, ну, давайте, сколько, давайте 100, так, имейл есть, что еще нам надо от студентов, ну, давайте какую-то картинку, чтобы я вас видел, да, тут какой-то имейл, имейл, так, модель, как видите, класс, да, это класс, а вот это, что, это атрибуты, то есть я описываю, описываю модель в виде классов и атрибутов, пока еще к методам мы не добрались, но они тоже есть, как и в любом классе, так, имейл моделс, у нас будет имейл, ну, раз это имейл, я должен указать, куда эти картинки, в общем-то, грузить, и указать имя папки, ну, давайте, student, ims, так, дальше, что еще у нас будет у студента, будет аккаунт, с вашими деньгами, вдруг вы хотите получить автомат, так, models, и чего тут у нас, интегр, давайте интегр, не будем размениваться на копейки, так, интегр, филд, так, пум, телефон, ну, давайте, фон, не помешает, чего, черфилд, давайте черфилд, принципе, может быть, там есть какие-то специфические для телефона, поля, или имейла, ну, я уже ладно, ну, ладно, я думаю, пока хватит, да, не будем уже там, улыбляться в скайп и телеграммы, вот, сюда туда у нас появились, такая новая модель, как раз она появилась, значит, я могу теперь открыть еще один терминол, теперь у меня тут два, тут активирую еще на виртуальное окружение, ну, чтобы там у меня сервачок крутится, здесь я продолжаю, меняю NSB и запускаю manage by make migration, вот, вот, эта штука у меня создает миграции, миграции, это такие файлы в папке migrations, которые создают нам эту таблицу физически, вот, ну, для того, чтобы ее создать, я просто сейчас создал скрипт, который это делает, а чтобы его запустить на выполнение, и для этого команда migrate, которую мы уже запускали, вот, теперь у меня физически эта таблица создана, как бы ее посмотреть, да, для того, чтобы ее посмотреть, есть у нас админка, так, так, вот здесь вот, у нас уже есть, Жанка нам дает простейшую админку, для того, чтобы в нее зайти, нужно создать суперпользователя, это делается командой create superuser, ну, допустим, пусть будет админ, 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 оп, да, простой, хорошо, теперь я могу в эту отбитку зайти и посмотреть, что в моей таблице здесь нету, здесь есть только те таблицы, которые из коробки Жанка, вот, а у меня, в общем-то, уже есть другое приложение, то есть вот это приложение, оно Жанка, коробочное, а у меня оно другое появилось, называется student, поэтому для того, чтобы сюда ее включить, я должен открыть файл admin.py и здесь определить класс для админки и подвязать ее к моей модели. Вот, этот класс, значит, где-то вот так вот он выглядит, это класс, в котором подкидывается модель вот сюда, в декоратор, вот, поэтому эту модель я импортну, from models, import student, все, я импортировал класс модели, потом заброшу его в декоратор, вот, и в самом классе назову его, что это тоже student admin, вот, и в принципе этот класс даже может быть пустой, я так полагаю. теперь я обновлю, вижу, что появились мои студенты, я даже сюда могу кого-то добавить, ну, в общем-то, могу добавить, а надо-то мне, чтобы вы себя регистрировали, вот, регистрировать вы будете через, через вот эту мордочку, через frontend, вот, и сразу вам говорю, чтобы вы не путали backend, есть backend понятие, что это backend программист на сервере, а есть backend понятие админка, вот, ну, поэтому я лучше говорю, и backend, и админка, и морда, ну, то есть то, что человек, сам сайт, вот, ну, а backend, это backend, это серверная часть, приложение, вот, теперь, значит, по морде, что у нас эта ракета не устраивает, у нас есть свой дизайн, поэтому давайте этот свой дизайн и накрутим сюда, как мы будем это делать, у нас есть sb, ну, вот, dash, я сделал это приложение, вот, и в нем создам контроллер, или вьюху, будет она как функция, вот, это та функция, которая будет отрабатываться, когда человек зайдет на главную страницу, и так функция define index, так как это функция view или контроллер, она будет принимать объект request, из которого я могу доставать все данные, заголовков, запросов и так далее, что там у человека в браузе пришло, так, и возвращать результат, от функции render, такая вспомогательная функция, которая принимает этот request, передает его внутрь шаблона, то есть из шаблона я тоже могу получить все эти данные из request, так, дальше идет имя шаблона, ну, скажем, индекс, html, вот, ну и дальше какой-то контекст, пока пустой, с переменами, которые в этот шаблон будут забрасывать, забрасываться, так, теперь я этот индекс заброшу в роутинг, то есть это тот файл, который, URL.spy, который описывает url, у меня здесь только один url с обминкой, да, будет еще второй, пустой, то есть, когда человек ничего не вводит в адресную строку, просто название сайта или localhost, вот, и сюда заброшу функцию индекс, но перед тем надо ее импортировать, вот, мне подчеркивает, что индекс not defy, молодец, from dash приложение views files импорт индекс, так, ну все, можно теперь смотреть на ошибку, которая возникнет, скорее всего, потому что шаблона нет, the play does not exist, индекс, теперь смотрю, где он их ищет, он ищет в двух, в двух каталогах, которые находятся, чертеде, в этом, в виртуальном окружении, мне надо сюда добавить каталог, где он будет искать шаблоны, давайте я так и сделаю, я возьму открою настройки моего проекта, они у нас в папке sbsettings, здесь поищу что-нибудь про шаблоны, вот, дирс, вот сюда я могу добавить в мой каталог, например, вот так вот я, вот в таком стиле, могу сформировать путь к каталогу, такой кросс-платформенный, чтобы он работал и в виде, так, пейсдир, и сюда, добавлю, темплейтесс, в такую папочку, соответственно, эту папочку нужно будет создать, темплейтесс, вот, в этой папке я создам еще одну папку Dash, где я буду хранить шаблоны конкретного приложения, потому что они могут иметь одинаковое название, поэтому лучше их разбрасывать по папкам приложений, вот, и здесь уже индекс HTML, вот, ну, тут я что-нибудь накакаю, так, и теперь, посмотрю, будет работать, а, ну да, не работает он, опять же, он его не нашел, но, хотя бы, но директория, походу, одна, да, вот, вот здесь вот он поискал, да, но у меня здесь есть темплейтесс и еще Dash находится, не тот путь, как говорится, не так отдается, тогда нам надо путь изменить в приложении, Dash, Views, о, вернее, в Views, здесь вот добавить Dash, вот так, вот здесь еще, так, все, теперь, мне осталось только взять и, с моего дизайна, с индекса, вот, OpenWise, текстовый, и так-то, вот, все это идите скопировать и вставить внутрь индекса, у себя, ну, естественно, оно будет все не так, радужно сейчас, я бы даже сказал, оно никак не будет, ну, посмотрим сейчас, так, ну, вот так вот, без стилей, без всего, правильно, с какими-то картинками, в общем, теперь мне сюда надо подкинуть стили, вот, открываю дизайн, посмотрю, где у меня стили, стили у меня, EMG, CSS, и Vendor, SCSS, это, для разработчиков, этого шаблона, но я не разработчик, я тупо его использую, и так, копирую я все это дело, и вставляю себе в проект, MSB, для этого, создают обычно, папку, называют ее, статик, со статикой, раз, все, сюда это все забросил, теперь мне нужно поменять все пути, к картинкам, стилям, и прочее, дребедение, ну, давайте посмотрим, давайте с конца, по-моему, вот, скрипт, SRC, то есть, вот это вот, где нужно заведить, на, статик, и дальше, JS, вот так, оп, так, скрипты готовы, теперь, а, Vendor еще, CSS, Vendor, раз, и тут, Vendor, правильно, правильно, оп, Vendor, так, дальше, по стилям, где тут у нас, стили, стили, Href, Vendor, меняем его тоже, Href, static, Vendor, Href, CSS, ну, в общем, проделаем эту операцию, вот, теперь, смотрим, так, это не то, это исходник, как оно все поменялось, что-то никак не поменялось, ну, я посмотрю, вкладку, Network, ну, вот, оно вроде как, попыталось туда зайти, но не получилось, очевидно, в настройках, может быть, надо прописать, пути к static, вот, static URL есть, путь к папке, и ее нет, поэтому я добавлю такую перемену, static files.dir, и туда, по тому же принципу, закину, абсолютный путь, к каталогу static, вот, и посмотрю, что из этого всего получается, раз, о, сейчас уже, вроде как, поменьше стало красноты, а, мы забыли, вендор CSS, сейчас посмотрим, к groundwork, о, это погружилось, но остались и свои грешки какие-то картинки сверху сейчас я их тоже поправлю если такие у вас россия их тоже я поменяю представлю сюда статик так смотрю сюда раз воду осталось только одно вот это статик в интернете в каком еще страничка выглядит уже получше но мне кажется все от того из за вот это вот все состника значит статик вендор css ладно я посмотрю если он у меня вот так его нету то есть вот это я должен вендор сюда убрать просто сенсор вот теперь все чистенько без красноты на моей странице сейчас должно вроде бы как все теперь моя страница в порядке отключу вот такая у нас страничка получилась но теперь ее генерирует на бжанг что нам что нам осталось что нам осталось во первых то есть то есть обрамляющий шаблон вывести в какой-то сборочный но основной файл так называемый лаяут и от него уже наследовать шаблоны по каждому конкретному уроку вот чтобы везде и дублировать вот эти все штуки вот она видят только центральную часть вот поэтому это все скопировал и вот и теперь мне нужно выяснить где тут эта центральная часть чтобы ее вырезать из лояута начинается с рыдаш портовать я поищу сразу здесь что я не нахожу в нашей киеве ладно попробую я воспользоваться инспектор раз вот сюда куда-то мне надо отсюда ну вот класс контейнер флюид вот этот мне надо поискать и его очистить вот begin page content вот мне надо теперь все отсюда убрать все эти графики все вот так все закрытые данные ладно проверяем а точек проверяем теперь надо от этого лаяута наследоваться в индексе я все убираю и говорю что этот индекс наследует с м д то есть он расширяет и последовало м так вроде трубос вроде еще не поломалось вот теперь что мне надо вытексе тут я после этого следует от лояута тут нужно переопределить центральный блок делается то блоками то есть я говорю что центрально блоки ну например скажем блок кота забрось там чего-нибудь и заканчиваю блок теперь это же самый блок я должен лояуте где-то обозначить куда его вставлять вот сюда вот его и вставлять ну это уже не надо это мне уже дочерний шаблон ставить сюда блок 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 вот теперь у меня есть возможность вставлять сюда да в центр всякую ерунду по страницам ну что сюда можно давайте попробуем теперь еще создать другую другую страничку с регистрацией так так итак у нас есть студенты вот здесь вот у них есть views и здесь скажем у нас будет рей из правящих юшка уже ну в другом приложении она также самая реквест принимает также самое возвращает результат работы функции рендер которая примет реквест определит название шаблона ну давайте это шаблон вбросим в папку студент вот так теперь добавим эту юшку эту функцию в роутинг приложение в район спорта сюда возьмем from из приложения студент из файлов views или модуля views импортируем функцию регистрация регистрация и создаем еще один путь так и назовем и сюда добавим эту функцию запретить теперь перейдем по регистрация и посмотрим на то как он не нашел вот этот шаблон создаем этот шаблон в папке templates и здесь создаем папку студент студент и шаблон и так и в этот шаблон ну возьмем вот здесь вот с саша сюда теперь нам какую-то форму здесь наворотить регистрации зайду я внутрь дизайна и посмотрю может у них есть уже что это такое с по регистра вот такое ну собака мне не нужна мне вот это бы надо вот эта штука ладно попробую сделать вот так открою инспектор суда суда посмотрю эту форму суда все вот вот в этом да в этом девочки скопирую это все и вставлю внутрь блок контента вот так смотрю в в в в студии четверт пластырях это у нас есть и был есть пароль пусть будет а что у нас там еще есть а файл есть ну ладно в общем то мне кажется достаточно для первого раза регистра вот эти две я сейчас уберу кнопки где они там внизу где-то ready have какой то да вот 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 HR давайте я не буду их убирать я их за комментарии потому что вам понадобится во класс ну раз у нас есть форма то эта форма должна куда-то суббититься смотрим вот она форм класс юзер значит в форме есть метод пост будет пост если вы не против вот и дальше дальше action это тот уровень на который будет посылаться данные с формы с полей пускай это будет допустим и будет регистрация то есть на тот же самый уровень посылаем его только метод другой пост это быстрее что получает пост он отправляет форму давайте посмотрим что с этого выйдет скорее всего ошибка в это какое то что это какое то в таком что это будет форму переводится для подробнее она форму отметила не делала чертишу точно и хребт надо нахрен не нужно теперь он с отбитнулся нормально сапитнулся нормально а но я посмотрю все ли он тут мне такой черепет напишу тут и через нет проверю ух ты он даже email проверил какой молодец так смотрю через консольку нет вот оно пошло сюда статус 403 потому что форма не подписана но меня интересует хедера все ли прошло в хедерах что-то я ничего не вижу в хедерах никакие данных подписаны 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 не послала не послала знаете почему потому что я смотрю что в инпутах нету имени как-то неплохо работают да и да и должно быть имя перемены в которую нужно использовать для передачи правильно так это у нас что все остальные вот ну пока за 1 попробую это добавить так давайте я ее тушку так в сторонку перехожу еще раз вот теперь в общем то он вернулся на ту же самую страничку а ну но я здесь наверное не увижу а не вот этот пост во вот это этот был запрос и вот здесь вот хедери формдата я уже вижу что это моя подпись формы а вот это то что я ввел в первое то есть теперь мне надо по всем этим полям там фестные властные и так далее все это прописать ну и отработать эту форму значит во вьюшке вот сюда вот регистришн он заходит но здесь бывает два ситуации это вьюха будет когда человек запросил гетом и когда постом поэтому мне надо проверить каким методом запрошена запрошена эта форма и в зависимости от этого провести действия по регистрации студента значит я пишу если request метод равен посту ну давайте что нибудь отпринч print request ну давайте что нибудь отпринч print подниму по терминалу смотрю еще раз пробую соберутся ну с датой я не угадал так возможно надо было request пост дата предреквест пост поднимать так я попробую вот так получить значение ключа частный по так вот перемену Вот, и могу эти данные использовать для того, чтобы создать новый объект в модели Students. То есть я беру сюда, импортирую модель. Вот, и здесь могу, когда пошел у меня пост, я могу создать пользователя. Например, s равно student, создаю объект студента, могу потом его сохраняю. Вот, и перед сохранением набиваю first name, last name и так далее. First name равно и вот это вот значение, полученное из поста. Вот, и я услугусь с ошибкой того, что я не заполнил поля, которые обязательны для заполнения в базе данных. Которые не могут быть нулевыми. Но тут есть два варианта. Либо их заполнить, либо в модели определить их, что они допускают нулевое значение. Ну, ладно, давайте я попроще, чтобы я их заполнил поля, по умолчанию будет ноль. Пробую еще раз. Так, ну, вроде все отработало. Теперь смотрю в админку. Вот у меня уже начали появляться студенты. С теми полями заполненными, которые я, в общем-то, просил. Так, ну, этого как бы недостаточно. В таблицу студентов я могу их накидать, но мне нужно, чтобы они имели право логиниться на сайте. Поэтому нужно мне будет еще, соответственно, добавить запись in users и связать его со студентами. Я предпочитаю такой вариант. Я просто беру и вот эту таблицу студентов я наследую от студента от таблицы users, от этой модели. И таким образом у меня, получается, эти две таблицы связаны по ключу со связкой, причем один к одному. Одна запись в таблице студентов будет соответствовать одной запись в таблице users. Мало того, это мне еще дает преимущество в том, что объект, когда я буду создавать объект студента, он будет иметь все методы и функции вот этих вот users, которые мне предоставляет Джанго. То есть это будет класс наследник. Давайте я его и унаследую. Так, итак, чтобы нам унаследоваться от этих пользователей, от класса users, мы их просто импортируем, импортируем мы их из джангового пакета изнутри виртуального окружения модели users. И нашу вот эту вот табличку, вернее, класс, мы наследуем от пользователей. Вот так. И сразу, короче, натыкнулись на проблему. field first name in class student clashes with the same name. Короче говоря, вот этот вот first name в юзерах уже есть. Поэтому мы с ним в этом деле клишуемся, то есть конфликтуем. Ну давайте я не first name, а f name, а f name, а f name, l name.